Добрый день, меня зовут Виктория, я мастер массажа и по совместительству врач-анестезиолог-реаниматолог. В массаже я практикую больше 11 лет и сегодня мы с Тимуром будем делать массаж спины, затрагивая шейно-воротниковую зону, полностью прорабатывая руки и зону галифе. Работать мы с вами будем на масле, масло у нас йонка, кияна, оно гипоаллергенно, оно не будет вызывать ни комедонов, ни прыщей, ни угрей. Сейчас пока терпимо, комфортно? Да, нормально. Хорошо. У нас небольшая диагностика была до начала. Да, мы посмотрели Тимура, прежде чем начать работу. Тимур у нас очень редко болеет простудными заболеваниями. Он у нас правша, у нас немного зажата спина и шея преимущественно с правой стороны. Сейчас мы его разогреем, а дальше будем мучить. Так пока нормально? Да. Сейчас тихонечко, расслаблен полностью. Нормально? Да. Хорошо. Самый терпеливый сегодня? Я думаю, самый промассажированный. Может, да, может и нет. Нет, но все хорошо, правда. Если вдруг дискомфортно, мы не мочим. Мы говорим. Сначала мы прорабатываем верхние слои, а потом углубляемся вниз, чтобы проработать широчайшие мышцы. Вот они идут. Вот одна, вот вторая. Потом трапецию, ременные вот здесь. Комфортно пока? Да. Ну, ощутимо? Ну да, конечно, ощутимо. Но не больно. А, я сакцентирую внимание на том, что это, пожалуй, плюс. Мой очень большой, как расслабленный замовленный. Я делаю глубоко достаточно массаж, но не больно. Ну, учитывая, что Тимур проработан, проработан достаточно хорошо. Ну, комфортно. Движения наши все направлены в определенную сторону, чтобы мы в параллель прогоняли лимфу. Потому что какой бы массаж вы ни делали, если вы делаете в правильном направлении, лимфодренаж у вас в любом случае происходит. Ну, и, соответственно, молодец какой. Чунку-то перчевый. Расслаблен. Терпимо, все. Да. Мы заходим под лопатку, мы не боимся. Терпимо руку, да? Все хорошо? Пальцы тоже затрагиваем. У многих почему-то, когда есть запрос сегментом делать массаж, у кого-то понимание спины – это только спина. Без рук, без шеи. Мы прорабатываем полноценно. Работаем мы с вами на очень хорошей косметике. Косметика, которая зарекомендована годами, даже более того, десятилетиями. У нас Йонка Кияна. Справа у нас стоит Эриксон Лаборатория. Это вообще врачебная марка, которая на рынке больше 20 лет. Кабинет – это все то, что работает. Кабинет после каждого из вас кварцуется. У нас кварцевая лампа по всему периметру. Все у вас чистое, одноразовое. Терпимо? Да. Хорошо. Здесь? Да, все, не чувствуешь, но там где-то рядом будет точка, где будет больно. А мы перевернем все. С этой стороны шею особо не проработаем. Но ощутимо, да? Да. Ну так, приятно глубоко. Так и должно быть. Потому что многие тоже думают, что массаж, если синяков нету, плохо проработали. Синяк – это, как правило, разрыв сосуда. И в этот момент нету человечков, которые бегут и сшивают этот сосуд. Сейчас еще раз здесь пройду. Я затылок могу затрагивать? Конечно. У нас с Тимуром есть определенный момент. В верхней части спины, вот у шейно-воротниковой зоны, и чуть-чуть переходная в грудную область, у нас есть некие высыпания. Это говорит о том, что Тимур достаточно много практикует в плане массажа, как клиент. И это говорит о том, что какое-то масло, может быть, и не одно, в какой-то определенный момент ему не подошло. Либо косметика не совсем та, назовем это та, либо уже поры забились. Что в этой ситуации можно сделать? Вы всегда можете своему клиенту предложить после своего массажа, тем более, когда вы работаете на маслах, пройти в душевую. И это очень комфортно, когда она у вас, как у нас, находится в кабинете, чтобы никуда не бежать ни в халате, ни еще там в чем-то незапутанном, в полотенце. Чтобы ваш клиент взял гель для душа, какой бы супер-пупер масло это ни было, и чтобы он ополоснулся. Если такой возможности нет, вы можете всегда любым спиртовым раствором обработать ту же спину, либо промыть ее влажной салфеткой, полотенцем, возможно, у вас есть, чтобы, опять же, масла не оставалось. Если нет ни того, ни другого, хотя в массажном кабинете всегда должна быть мокрая точка. Я всегда клиентам предлагаю выбор. Масло, крем, массажная свеча, либо на сухую. Но на сухую это достаточно больно. То есть, если, Тимур, подготовленный, мы могли это сделать, то те, кто приходит в первый раз, лучше, конечно, интереснее либо на массажном масле, либо на массажном масле, либо на массажном масле, либо на массажном масле, чтобы не было ни высыпаний, ни комедонов. Чтобы было все хорошо. Так нормально? Да. Так. 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 Это так. Продолжение следует... 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 Расслабляем, расслабляем, не боимся. Расслабляем руку или больно? Не, не больно. Сейчас хочу на шею. Тоже мы не трогаем позвоночник. Пропускаем между руками и идем по широчайшим мышцам. Расслабляем руку. Расслабляем руку. Расслабляем руку. Расслабляем руку. Расслабляем руку. Массаж получится глубже трапеции и ременных мышц. Комфортно пока? Да. Большими пальчиками по полям кренига идем. Расслабляем руку. Заходим вглубь. И переходим потихонечку. Вот здесь под зажим. Вот здесь больно. Потерпите немножко. Ну, не так больно, да, но я чувствую, что это проблемно. Это после перелета? Недавно? Нет, это вот что-то стало. Не так давно. По утрам особенно. Мышца натянута немного и ведет себя как застуженная чуть-чуть. А когда крайний раз был массаж? В пятницу. Вы счастливый человек. Расслаблен. Голову мы тоже затрагиваем. Потому что вы единое целое. Я всегда всем своим клиентам говорю, что голову в сумке вы на работу не носите. Вы единые. Поэтому мы затрагиваем полноценно и шею, и трапецию, и руки, голову, и каждый пальчик ваш. То есть в шее с мышцами какая-то есть проблема? Да, вот здесь ременные мышцы, которые держат шею и переходят в трапецию, они зажаты. Но не с позвоночником, да? Нет. Не на мануалочке где-нибудь там. Нет. Мышцы натянуты просто и все. Терпимо? Да. Но нет ощущений дискомфорта. Я чувствую, что там есть проблема. Нет, но там что побольнее, чем на спине. Но там она и есть. Ничего. Ничего. Опять же, когда клиент у нас лежит на спине, мы можем совершенно спокойно по широчайшим мышцам, не затрагивая ни сам позвоночный столб, как таковые лопатки, кости, чтобы не было сильного дискомфорта пройтись по широчайшим мышцам. Вытянуть вот так вот шею и спуститься по ременным мышцам шеи, чтобы ему было комфортно, глубоко, но не больно. Руки в тонусе хорошие. Межреберные промежутки мы тоже прорабатываем. Но мы не затрагиваем никогда грудную клетку, то есть грудь. И также лимфоузлы надключичные и подключичные. Мы тоже их не прорабатываем. Мы только рядом затрагиваем. Так же, как и у шеи, затылочные, чтобы ничего не провоцировать. Терпимо? Угу. Хорошо, отец. Чтобы удумалось хорошо. И спало сегодня. Вечером хорошо. Какие сейчас ощущения? Ну, не больно. Все хорошо. Тепло чувствуешь? Да, тепло чувствую. Расслабление. Дискомфорт? Нет, нет. Ну, это же не релакс массаж, правильно? Ваш опыт есть уже? Ну, для меня вот как раз это релакс, а тот, который вы говорите релакс, я просто ничего не чувствую, мне кажется, уже. Ну, в смысле, что релакс – хорошее слово. То, что аналог слова «слабый» я такой, именно когда я расслабляюсь. Ну, то есть, вам глубоко, но не больно, правильно? Ну, то есть, когда реально мышца расслабляется, ну, даже на шее. Ну, чтобы просто все понимали, потому что многие всегда путают. Вот у многих понимание релакса, когда люди говорят, что это вот такие вот поглаживания. Мы прорабатываем мышцу анатомически, мы глубоко заходим в нее, мы не делаем больно, но мы прорабатываем полностью. То есть, это не будет такого, что вы пришли дома к супругу или, если это мужчина, он пришел к супруге, и вот она ему спину почесала. Нет. Все равно потом ощущаться будет, будет как после физической нагрузки интенсивной, такая боль, потягивания. Но это в течение дня все пройдет. Либо можно встать вечером под теплый душ, и чтобы вода спускалась теплая от затылка до пят, в течение пяти-семи минут она ослабит вот это вот напряжение. будет хорошо. Что тоже у нас? Ну, больно – это не значит хорошо. Синяк – это не значит, что с вами работали. Основная задача – это получить качественный результат от массажа. И это не обязательно через боль и через что-то другое. Вы должны получать удовольствие, но в то же время от проделанной процедуры в конце получить результат. В течение дня-двух вам станет понятно, ваш это мастер или нет, комфортно вам с ним или нет. Это достаточно продолжительное отношение, и очень здорово, когда вы находите своего мастера, неважно, будь то я в этом городе, либо кто-то другой, и вы ходите на постоянной основе, потому что ваш мастер уже знает каждую вашу клеточку, а когда вы ходите потом в другое место, люди начинают, ну, не то чтобы ошибку исправлять, а делать по-другому. Поэтому, когда вы определяетесь и делаете свой выбор, останавливаетесь на ком-то – это очень важно. Вы должны доверять и в первую очередь видеть результаты. Только тогда у вас будет какой-то полноценный симбиоз и продуктивная работа. Но в то же время, наверное, важно, чтобы… Наверное, хочется сказать как-то грубо, но не буду, что ли. Сейчас массажистов так же, как у юристов, поваров и всех остальных. Очень бы хотелось, чтобы это всегда был человек с медицинским образованием и не так, к сожалению, как большинство многих заканчивают и никогда не практикуют в этой области. Не в плане массажа, а в плане медицины именно. Чтобы человек понимал анатомию строения. Потому что вот… Есть два мальчика, они вроде мальчики, но один длиннее, другой короче. Один более мышечный, другой остыник, такой поджарый, худенький. Кто-то, наоборот, более крупный, сочный. Ну, все три мальчики, но с каждым нужно работать индивидуально, у каждого вы все разные. Очень бы хотелось, чтобы всегда с вами работали на качественной, хорошей косметике. Чтобы вы приходили и понимали, за что вы платите. Пусть этот массаж даже будет стоить, я не знаю, у кого-то он тысячу стоит, у кого-то десять, у кого-то тридцать. Но вы должны приходить и понимать, что вам комфортно… Нормально? На данном столе. Чтобы он принимал анатомическую форму. Чтобы вы приходили и вы были расслаблены в этот момент. Чтобы вас ничего не отвлекало. Чтобы ваша косметика с вашим мастером, на которой вы работаете, она не вызывала, как мы уже говорили до этого, никаких аллергичных и побочных эффектов. Чтобы вы доверяли своему мастеру. И, наверное, тогда все будет так, как оно будет. Все будет продуктивно и хорошо. Сейчас движим. Сейчас вытянем немножко голову. Пусть все будет расслаблено. Хорошо? Я сейчас чуть-чуть на себя потяну, а потом влево и вбок. Никаких ни хрустов, никаких лишних движений. Ничего не будет. Чтобы вы не боялись. Да? Все нормально? Нет. Все, расслаблено. Комфортно? Надеюсь. Расслаблено. Хорошо. Хорошо. Накинуться можно? Молодец. Всё, сейчас дыхаем пару минут. Могу сказать, что это был один из самых глубоких, наверное, массажей в моей жизни, причём давление чувствуется очень сильное, но не больно. И у меня были массажи, которые намного длиннее длились по времени, но вот этот был не очень длинный, но чувствуется прям очень сильное расслабление мышц, то есть прям вообще они даже как-то пульсируют всё тело, такое приятное расслабление. В общем, всё понравилось, спасибо вам. Спасибо вам, ребят, я буду ждать вас снова.